Утром у нас было народу, наверное, раза в три больше, но тем не менее я все равно рад, что кто-то кроме меня и докладчиков дожил, так и до вечера. Собственно, перед тем, как мы начнем розыгрыш оставшихся плюшек, я бы хотел на самом деле и вправду очень сильно вас поблагодарить, потому что по сравнению с прошлым годом мы постарались сделать такой большой шаг вперед. Мы очень надеемся, что все вы оценили наши сегодняшние усилия, мы очень надеемся, что в следующем году у нас получится сделать это еще лучше, и, конечно же, надеемся видеть всех вас в следующем году. Аплодисменты вам! Теперь, давайте немножко начнем, что у нас есть по розыгрышу призов. Значит, специально обученные люди, которые сегодня весь день просматривали в соцсетях, тоже меня фоловил, прислали мне, да, можно положить, прислали мне список, и, собственно, из тех людей, которые и вправду были очень активны у нас в соцсетях. Итак, значит, первый человек, я, к сожалению, боюсь, что фамилию могу прочитать неправильно, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь. Хотелось бы узнать, есть ли среди нас Владимир Сичко, наверное, как-то так. Есть? Нет? Ну, нет, так нет. Это что, это он, что ли, звонит? Алло? Все, все, я наберу через 20 минут. Коррупция! Не-не-не, я все призы честно раздам, это отдельно. Но тот, который через 20 минут выйдет, это... Да, значит, еще один человек, который у нас был очень активный в соцсетях, я даже его знаю, только не вижу, есть... Нет, ладно. Кирилл Беспалый. Я где-то видел... Он нашел. Я только что видел его, блин, вроде в коридоре. Нет, он два часа назад ушел, да? Ну, я ему сам лично напишу, как бы, в Twitter, и на Facebook, и на почту, и потом позвоню еще и смс-ку напишу, что он молодец. Вот, ну что ж, тогда, собственно, у нас все, как бы, очень просто, потому что третий человек, который у нас тоже был очень активный в соцсетях, это, собственно, Илья Лебенец. Поэтому, да, вот. Значит, смотри, что у нас предусмотрено для людей, которые у нас были активны в соцсетях. Для этих людей у нас предусмотрены призы от компании Церебрата. Да, 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 это о многом говорит, но тем не менее. Компания Церебрата, она делает шикарные тулы для Azure. Я, на самом деле, даже подумывал эти тулы купить, но потом все стало проще, и получилось так, что я стал MVP, и для MVP все эти тулы бесплатные. Вот, да, поэтому я даже сэкономил довольно много денег, но тем не менее, там идея какая, что мы тебя знакомим с ними по почте, они тебе уже дальше высылают лицензию и все необходимое. Так, кроме того, у нас еще, как оказывается, я хоть этого и не просил, но я удивлен, что активность была настолько высока. Да, у нас есть еще люди, которые были очень активны на Фейсбуке, и вот сейчас у меня как раз подгружается профиль такого человека. Все еще подгружается. Ну ладно. Посты обновляются каждые секунды. Он все еще... Что? Я знаю, кто это. И кто это? Ты? Конечно. Там просто сейчас посты постят. Да, 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 сейчас все океаны начали постить. Ну ок, я думаю, что может там чуть позже у меня это все прогрузится. Значит, что мне нужно для того, чтобы разыграть оставшиеся лицензии? Во-первых, ооо, это что... Девушка разыгрывалась? Да, во-первых, есть вот такая штука. Можно зарегистрироваться успеть? Значит, что мне нужно? Мне нужна из аудитории, наверное, красивая девушка. Есть у нас красивая девушка? Я вижу, у нас даже несколько красивых девушек. Да, можно попросить подойти одну из нескольких красивых девушек? Ну или просто хоть кого-то. Давай, Саш, иди сюда. Ручка у тебя есть с собой? Ручка? Я сейчас на нем. Давай. Красивого рука человека. Нет, красивого. Ладно, Антон, давай сюда, опять бы, тоже эту пачку. Все, ухожу на сцену. Да, значит, Саша, смотри, ты у нас, я как бы не хочу тебя обижать, но ты у нас исполняющий обязанности красивой девушки. Значит, твоя задача сделать что? Значит, давай мы сейчас пройдемся по призам, посмотрим, что у нас есть. Кто знает такую компанию, как Майгет? Придумите руку. Вас до десяти человек. Если у вас до десяти человек, у нас есть десять лицензий Майгета. Поэтому, кто знает, что такое Майгет, те могут получить, собственно, эту лицензию, но, тем не менее, давайте и вправду. Давайте начнем с Майгета. Майгета, Саша, я хочу тебя попросить десять анкет случайным образом как-то выбрать вот из этой пачки, и мы на них потом ручкой напишем Майгет. А что такое Майгет? Хороший вопрос. Вот сейчас раздадут лицензии и расскажут. По-другому делу. Тянем. Хороший вопрос. Я отвечу, собственно, вот именно таким же анекдотом, да, что куплю оверлок, хоть узнаю, что оно такое. О, не знаю, я его выкинул, извини. О, не знаю, я его выкинул. О, не знаю, я его выкинул, а людей... У нас кто-то с людей меньше, чем при золото? О, не знаю, я его выкинул, а потом по кругу. Впихни в середину мы как бы для... Для честности. Ребята, кто ждал последний, не хватает 100 гривен. Да, значит, это у нас 10, да? Вот, 10, это больше. Отлично, жалко, что меня здесь нету, и я пролетаю с бесплатной лицензией Майгета, но, тем не менее, я потом отдельно, наверное, прочитаю имена всех этих счастливчиков. Это 10 человек, которые у нас получают лицензию Майгета. Дальше, что у нас еще осталось? Собственно, одну лицензию Церебрата мы уже подарили, у нас осталось еще 9. Поэтому, Саша, мне сейчас нужно еще 9 анкет. Вот видишь, какая тяжелая работа. Раскладывай тебя в кучу опять назад. Но тогда это отменяет лицензию Майгета. Не, мы на самом деле идем по нарастающей. Добери просто 5 штук. 9 штук, Саша, надо. Это будет лицензия Церебрата. Кто вообще пользуется Церебратой, кто хотя бы слышал, видел? Кто пользуется... Сыр для брата? Да, 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 сыр для брата. Кто хотя бы бесплатным Storage Explorer пользуется? Хрен с ним, с Cloud Studio, которая 300 баксов стоит. Ну, там как раз 300 баксов лицензия на Cloud Studio. Storage Explorer бесплатный у Церебрата, но он работает только с блогами. Это вот тот, который такой, похоже на проводник, немножко куцый и как бы, ну, окей. Это GED. Майгет. Это сыр для брата. Это сыр для брата, отлично. Значит, дальше, что у нас есть еще? Смотрите, у кого дома есть холодильник? О, отлично. Значит, смотрите, у нас есть шикарная тема. У меня два. Два, отлично. Дайте два. Значит, у нас есть шикарная тема. У нас есть лицензии от компании DeWard. На холодильник? Да. На магнитик. Да, которые можно, собственно, на двухсторонний скотч, которого, к сожалению, нет в комплекте. Но если вы его докупите отдельно, можно будет потом приклеить на холодильник. В чем, собственно, идея? На самом деле, компания DeWard и вправду очень хорошо поддержала нас в этом году. Ребята делают инструменты для того, чтобы, скажем так, вы испытывали меньше боли для работы с базами данных. В том числе с теми базами данных, которые находятся в облаке, у нас есть определенное количество бесплатных лицензий. Но, как до меня дошли слухи, я, к сожалению, не имею права разглашать источник этих слухов. Но, если быть достаточно настойчивым, и если вы выдержите словесную схватку с человеком, который прячется за имейлом sales-at-deward.com, то такую же лицензию можете попытаться себе добыть бесплатно. Но, тем не менее, давай, Саша, вот у нас есть сколько? Раз, два, три, да, две лицензии на... А, это просто разные картинки. Пять лицензий у нас есть. Сколько доставай? Пять штук доставай. Пять штук, и здесь у нас проще всего, потому что здесь мы просто каждому приложим эту лицензию. Вот. Так, может, уже скажи, кому что? Сейчас, я хочу сначала все взять, а потом я зачитаю. Потому что им требует... Да. Так, эти ребята у нас получают дата-компаратор и прочие штуки. Они молодцы. Так, давайте посмотрим, что еще у нас есть. Скажите, пожалуйста, из тех, кто выжил и дожил до конца конференции, есть ли у нас IT-прошники? Саша, а ну Саша, понятно. Так, еще парочка. А, отлично. Смотрите, для IT-прошников у нас, и не только, но IT-прошники, скажем так, получат удовольствие, а остальные просто как бы гордость за себя. Есть такая компания, как CloudMonix. Они делают определенные, скажем так, инструменты, точнее даже не столько инструменты, сколько сервисы, которые позволяют вам мониторить работу ваших серверов. На самом деле, компания CloudMonix, я этого не говорил в начале конференции, но я это делал специально. Компания CloudMonix каждому участнику нашей конференции дает сертификат на 100 долларов на то, чтобы попробовать их сервис. Поэтому все, кто сдал анкеты, вот эти вот, все получат 100 долларов на CloudMonix на тестирование, на то, чтобы поиграться и посмотреть, насколько это хорошие инструменты для мониторинга. А за две анкеты? За две анкеты? Ну, не знаю, если там два разных человека, то получите 200 долларов на два разных человека. А если у меня три? Ну, тогда так-то мы бы. Кроме того, что у нас есть еще? У нас еще есть партнер. Это компания ИТЭА, которая работает, собственно, в том числе в сфере обучения и предлагает разнообразные курсы. И для повышения квалификации, просто для получения каких-то новых знаний у нас, если я не ошибаюсь, два ваучера. У нас есть два ваучера. Смотрите, мы можем их либо по анкетам, либо мы можем их как-то отдельно. Давайте по анкетам. По анкетам. Саша, двоих выбери мне, пожалуйста, которые смогут пойти потом на курсы в ИТЭУ и, не знаю, научиться программировать под Android или iOS или еще что-то. Да, теперь, на самом деле у нас уже почти все закончилось. Айфоны? Да, ну хотя бы люмии. Да, остались, значит, осталось четыре айфона. И десять без паркера. Да, осталось четыре айфона и пять без парк плюсов. Значит, четыре айфона. Саша, выберем... Айфоны? Да, да, да. Шостых? Саша, у тебя так... У меня такой айфон уже дома на кухне есть, наверное. Только с белорусскими номерами. А, да. Да, пожалуйста, выбери мне четырех людей, которые получат айфоны на кухню в шикарной подарочной упаковке. Которая докупается, к сожалению, отдельно. Раз вылипает. Да, и... Ответь, пожалуйста, на звонок. Спасибо. Не кофе, пожалуйста. Да, значит, так, четыре айфона мы разыграли. И, наверное, последнее, что у нас осталось, собственно, то, что я оставил на самый конец, если не ошибаюсь, тоже и вправду. А, да. Дотнет-разработчики остались в аудитории? Да. О, отлично. Да, вот сейчас будет битва не на жизнь, а настрах. А девушку-то будем разыграть? Девушку? Девушку с Сашей уже разыграли. Я бы его... Чуть я не почувствовал. Вот так, да? Ну, там звонок 20 минут назад был. Да, 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 да. Ты пропустил, ты не успел заполнить анкету. Значит, то, что у нас еще осталось от наших партнеров, у нас осталось три лицензии на продукты JetBrains. Я почему, собственно, спросил про дотнет-разработчиков, потому что, конечно, для дотнет-разработчиков решарпер очень желанный. И поэтому сейчас самое важное, Саша, это тебе найти три решарпера в этой пачке бумаги. А на сколько? Ну, как долго лицензия? Вечно. Пока не заберут. Нет, ну просто у них есть годовые лицензии. Если я... Это только что. Давай мне три решарпера вот сюда. В самый уголок. Я, если честно... Честно? Не помню. Скорее всего три годовых лицензии, но точно сказать не могу. Просто JetBrains, он в этом плане очень суров, у него особое требование по партнерству. И по-хорошему нужно списываться с ними и узнавать. Мы со своей стороны дадим отчет, что вот эти, эти, эти люди являются победителями. И потом просто познакомим вас опять же с JetBrains, они вам дадут уже все, что там необходимо. Так, значит, здесь у нас Майгет. Давайте начнем. Так, Зачепыло Сергей. Дарья Юрьевна. Майсак. О, отлично, отлично. Дальше Анна... Анна Бычковская. Нет? Отлично. О, Гулин Евгений. Женя, ты еще здесь? Нет? Женя уже ушел. Ну, окей. Женя, наверное, обрадуется, хоть он и админ. Дальше. Денис Лапинов. Правильно прочитал? Не важно. Отлично. Так, Бабий Игорь. О, отлично, есть, у вас есть Майгет. Так, Виктор Александрович Селин. Не? Окей. Так, Алексей Соротенко. О, черт. Черт, да. Ну, как бы, сори, бро. Так, дальше. Лысенко Антон. Или Лысенко. Нет? Так, Якубович Назар Владимирович. О, отлично. Значит, это те, кто получил Майгет. Дальше. Сыр для брата. Значит, кто у нас получил сыр для брата? Так, я уже стал старенький и плохо вижу, поэтому буду подносить ближе. Саша, кто это? Криптограмма? Ну, там... Короче, да, кто-то выиграл, давай. По e-mail, по e-mail. Иван. А, Саченко. Санченко. Санченко. А, вот, отлично, да. Так, Бойко Алексей Сергеевич. О, отлично. Да, если бы имя было Антон, то выиграл бы я. Дальше. Климачёва. Ф-латинская. А, Елена. Ф-латинская это Елена. Окей. Хорошо. Идём дальше. Василенко. Алексей Константинович. Не? Ну, ок. Идём дальше. Сапков Андрей Владимирович. О, отлично, поздравляю. Шикарный подарок вы получили. Тарас Владимирович. Кто? А, Тарас Владимирович, да, отлично. Я фамилию просто боялся напутать. Жерди Сергей. О, отлично, смотрите, как хорошо. Холод Александр Петрович. Не? Ну, ладно. Окей. Так, и последний Станислав Романов, скорее всего. Ромашов. Ромашов. А, Ромашов. Ну, окей, супер. Ну, и как бы, Илья, и тебе достается, хоть тебя в этом списке и нету, поэтому, возможно, ты где-то даже есть там. Значит, кто у нас получает призы от Деварта? Деварта. Так. Я ложу один, два. Окей, да. Сергей Сароватченко. Ну, у меня уже есть. Ладно, шутка-юмор. Собственно, пытаемся прочитать. Виктор Сергеевич. Бушманов. О, отлично. Так, это вам. Дальше. Владислав. Касьяненко. О, отлично. Это тоже вам. Анна Рябченко. Анна Рябченко. Нет? Ну, нет, так нет. Пу-пу-пун. Дмитрий Станиславович Станкеви. А, ну, да, да, отлично. Так, и... О, Дайнека Евгений Николаевич. Отлично. Так, давайте это сюда. Дальше у нас две штуки. Это, собственно, лицензии на обучение. Очень надеюсь, что эти люди и вправду находятся здесь. Александр Олегович Болецкий. О, тут отлично. Раз. И... Ох. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я позволю процитировать себе Дениса Резника, знаешь такого авторитета, да, вот можешь позвонить ему и сказать, что он мог выиграть приз. Но на самом деле, все-таки, я бы хотел, чтобы эти сертификаты вправду ушли этим людям, как вы скажете? Еще одно, там e-mail есть? Там e-mail есть, да, ну или мы можем попросить друга передать. Женок, да. Не, мне кажется, те, кто остались уже, потому что... Те, кто остались, давай нам, Саша, давай нам нового кого-то, давай я измолвавого. Давай до пицца, а потом. Сейчас. Озвучим полностью. Владимир. Саша, прочитай фильм, где он в состоянии, пожалуйста. Владимир есть в зале? Извините, я, может, не правильно считаю, пиндук. Нет, серьезно, его не мазар. Нет. Я правильно прочитал, да? Нет. Пиндук. Пиндук, но нету, нету его. Так. Я! Классная фамилия. Правильно, фамилия хорошая. Куринир, похоже, фамилия. Кушнир. Кушнир. Есть? О, отлично, все, нашли. Значит, тогда у нас получается эти двое в отбой, а вот этим двоим... Танки. Да. А вот этим двоим, собственно, мы вручаем лицензии. Я думаю, что вы можете просто как бы подойти, вот где-то встать рядом, чтобы мы вас не потеряли. Значит, люди, которые получают айфон от Епама. Екатерина Головинова. Есть? Нету. Окей, не получает айфон. Так. О, наконец-то хороший почерк. Антон Олегович Майсак. О, отлично, вы получаете айфон. Так, это давай, наверное, тоже в отбой. Смотрим дальше. Алексей Манойло. Есть? О, отлично. И вам будет айфон. И... А можешь показать айфон? А какой айфон? 2B? Ребята, вы не улыбаетесь, что мне... Айфон 250 с ручкой. Так, да. Владислав Анатольевич Сидоренко? Сидоренко. А, Сидоренко, спасибо. И у нас еще один айфон без хозяина. Давай мы снизу возьмем. Вот. Один айфон без хозяина. Пять, все, разыгрывался. Четыре айфона. Уже четыре. Павел Ревенков. Я себе один взял. Он уехал. Он уехал? Ну, не судьба. Давай опять снизу возьмем. Корж Александр Сергеевич. О, отлично. Тогда, значит, вот у нас есть четыре айфона. И давайте опять же, JetBrains мы дадим только при личном присутствии. Чтобы все было у нас честно. Потому что я знаю, что все пришли сюда только за JetBrains. Нафиг ту конференцию. Хотим бесплатно на Решарпер. Так, Николай Константинович Попов. Есть. О, отлично. Поздравляю вас. Так, Тарас Хамчук, если нет. Отлично. И вас тоже поздравляю. Смотри, как хорошо, Саша, ты выкинул на Решарпер. Ребят, вы же запомнили, кто достал. Дам покладок. Так. Афанасьев, Владимир. Есть? Бумажки. Нет? Один холостой, Саша. Дай нам кого-то еще. Дмитро Михайлев. О, Михайлов. Отлично. 3 JetBrains ушло. Итак, спасибо. Давайте я раздам оставшиеся, значит, призы. Во-первых, кто победил в розыгрыше айфона, пожалуйста, подойдите сюда. И, собственно, я хочу вручить вам ваши айфоны. Собственно, вот 4 айфона от ePama можете взять каждый, кому какой больше нравится. Да. Ну, коробка с под айфонов. Да, и у нас есть 2 человека, которые получили сертификат на образование. Да, давайте похлопаем. 2 человека, которые получили сертификат на образование. Да, это вы. И это кто-то, это вы. Да, пожалуйста, вот ваш сертификат. Один. Второй. Также, вот ребята, которые получили DevArt, у нас тоже тут есть вот печатные сертификаты. Пожалуйста, подойдите и заберите ваши печатные сертификаты. Это же компаратор, да? Да, это компаратор, который. Любой можно? Можно любой, Серега, можно любой выбрать, ты где? Они разные. Нет, ну... Не, ну... Не, подал. А где еще двое? А их не... Ну, мы же не... А давайте вы будете одним из них. Дейнека там был. А можно я тоже так выйду? Может, что хочет еще? Нет, что у нас остается? Что хочет? Схема компаратора. О, вот, давайте, давайте сюда. Кто схема компаратора любит? О, как он его любит? Лично вычищал все запросики. А, ну, отлично. Ну да, я его знаю, на самом деле. Антон, останешь по Середочке? Как виновник торжества. Чего мне тогда медали? Давай, Саша, давай тогда и тебя. Да, то как-то вот так. Ну, тогда я пойду, а то не Влад. Супер. Спасибо. Ну что ж... На холодильник. Дамы и господа, на этом у нас конференция уже совсем-совсем закрыта. Больше у нас призов нету. Если у вас есть желание и нахальство, попытаться подернуть докладчиков, можете попытаться это сделать. Но, по сути, на сегодня все. Всем спасибо, что пришли и до новых встреч. Спасибо. Антон, может, мы тебя ждем?